Всем привет! Меня зовут Наталья и сегодня у нас с вами покупочки из магазина Перекресток для моего ежедневного, так скажем, рациона на похудение. Вот эти печенюшки, это не для меня, это в подарок. Я очень люблю вот такие подарочные упаковки. Это датское сахарное печенье. Очень классно, мне прям понравились такие птички красивенные. Вот ирисы тут прям... Ну, подарок, естественно, будет на 8 марта моей подружке. Вот, поэтому вот так начну с этого. Цену не назову, потому что она смотрит. Так, дальше. Молоко вот такое, 2,5%, это Перекрестовский бренд, просто 60, по-моему, 3 рубля. Если вот 2-3 рубля буду ошибаться, то как бы уж извините, не все запоминаю чека распечатанного. У меня нет. Мне тут сделали упрек, да, упрекнули мне то, что я не называю цену. У меня чек в электронном виде, поэтому я не запоминаю цены. Распечатывать нет у меня возможности с почты. Так, 49 рублей вот такие вот хлебцы. Хлебцы. Тут 27 калорий в одной штучке. И эти хлебцы я уже брала. Манго-маракуйя, фит-старт. Очень вкусненькие такие, знаете, прям вот как, ну, просто печенье. То есть не надо ничего к ним добавлять. Обычно просто там с чаечком, с пиечком. Классно похрустеть. Так, я беру себе всегда вот такие яблоки. Это яблоки сезонные. Тут у меня 4 штучки. Я считаю, что очень даже сейчас они такие вот зеленые с красным. Бывают всегда разные. И у нас цены на яблоки вот такие. На сезонные 66 рублей за килограмм. На 42 рубля 4 штучки. Более чем. Мне надо яблоко в день съедать обязательно. Для пищеварения, для всего прочего. Как бы очень круто. Как перекус всегда беру. Вот такой вот йогурт Эйпикам. Сегодня взяла его себе на ужин. Всего 120 калорий. 120 калорий в 100 граммах продукта и много белка. Вот такие цены я беру себе. Нередко как бы ничего такого в этом не вижу. Это подходящий срок годности за 27 рублей вполне себе. Почему бы и нет. Вот такая хорошая здесь. Такая. Такой хороший здесь состав. Вот 7,4 белка. В общем классно. Мне нравятся вот эти Эйпика. И я не боюсь каких-то сладостей в составе. То есть не обязательно, если вы на похудении, надо брать все без сахара. То есть без сахара. Вернее сахар это не страшно. Вот такой взяла хлеб на пробу. Я еще не пробовала. Хлеб порционный, овсяный, анютинский. Это у нас вот так вот разрезаны уже. Ну то есть они прям вот как дольками сделаны. Мне это очень нравится. Ненавижу резать хлеб. Столько крошек, столько всего. Это ужас. Вот как нам предлагают тут делать вкусные всякие сэндвичи. Сэндвичи я люблю и с авокадо, и с каким-то риетом, и с паштетом. Очень классно. С сырком. Сейчас сыр тоже покажу вам. Отличный вариант. Можно в тостере, да, то есть поджарить как-то. У меня такая сэндвичница специальная. Тоже классно. 59 рублей сейчас по акции этот хлебушек. Дальше у меня вот такие сосиски. Да, это как бы не очень полезный пробит для худеющих, потому что в них, ну, все-таки много калорий. Многовато. Если взять, допустим, 100 грамм просто филе какого-то, да, там куриного или индейки, это будет гораздо-гораздо меньше калорий, чем в 100 граммах сосиски или колбасы. В частности, вот тут у нас в 100 граммах 200 с чем-то калорий. Так, сейчас я вам точно скажу, не вижу, не вижу. Но эти сосисочки мне нравятся, то, что они с кроликом. Конечно, тут и свинина, свинина не очень, но кролик прикольно. 240 калорий. Вот, они очень вкусненькие, эти сосисочки, так что класс. Не было просто моей любимой ветчины, поэтому пришлось вот это взять, это у меня на завтрак идет. Взяла себе вот такую вот штуку попробовать, очень уж стало мне интересно. Это суп-пюре из тыквы в такой вот банке. Его надо готовить один к одному, разбавлять с водой, и у вас будет три порции супа. Вот такой вот состав. Тыква, картофель, вода, лук, масло, растительное, соль, загуститель, крахмал, картофельный, чеснок сушеный, перец, черный молотый. Очень даже хорошенький такой состав. Здесь 460 грамм в этой баночке, да, ну и, соответственно, получится у вас литр супа. И на 100 грамм, 110 калорий, я считаю, классно. Ну, как бы жидкое, да, надо только буквально сегодня со своей роднёй про это говорю, то, что супчик это дело хорошее. Вот такие супчики, это вообще супер. Попробую, конечно же, вам потом расскажу. Или спросите у меня в комментариях, я вам поделюсь. Так, вот такой вот сыр я очень рекомендую. Это Натура. Лёгкий, 16-процентный сыр, сливочный. Он очень вкусный. То есть он, нет ощущения, или, может, я уже привыкла, но нет ощущения, что вы едите что-то диетическое. При этом, да, он очень хороший у него состав. Конечно, я не уверена, что прям все сыры у нас сейчас, которые производятся, это прям сыры-сыры. Но то, что имеем, как говорится. И здесь вот такой состав, если вы видите, на 100 грамм 260 килокалорий. Но это 100 грамм сыра съесть, это, ну, вот четвёртая часть. Это очень много, поэтому понятно, что там где-то у меня уходит в среднем на какой-то сэндвич, ну, 30-40 грамм кусочек сыра. Поэтому очень даже по утрам я люблю такое дело. И взяла себе... А, сыр стоил 299 рублей. Суп-пюре 89 рублей. Сосиски сказала, нет, 99 рублей тоже на скидке. Так, и вот такие взяла себе две шоколадки. Это Red. Вкуснейший шоколад. Обожаю его. Он без сахара. Тут два у меня вида. Один с апельсином и миндалём. Вот такая вот палочка, так скажем, да, тут 100 калорий всего в батончике вот в этом. Это очень здорово. Я могу даже полбатончиком наесться, так скажем. И тут 105 калорий. Тут фундук уже идёт и макадами. А, лесной орех. Ну, лесный орех, это, по-моему, и есть фундук, да. Вот такие шоколадки. Они тоже на скидочке по 39 рублей, я считаю, тоже хорошая цена. Ну, вот так вот примерно выглядит мой закуп. Тут около 1000 рублей. Наверное, чуть больше за всё, да. И мне, ну, я не знаю, насколько мне этого хватит, да, с учётом того, что мясо, допустим, есть у меня приготовленная. Гречка у меня есть приготовленная. То есть это такое. Тут и перекус, и на завтрак что-то, и как бы на постоянку, да, то есть молоко. Я пью кофе только с молоком. И вот супчик себе на вечер тоже сделаю. То есть у меня вот сегодня, например, вечером будет суп вот такой. И уже перед сном я скушаю вот такой йогурт. И свои 1500 калорий я съем. Всё. Спасибо большое за внимание, за то, что досмотрели до конца. Пишите комментарии. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь. Пока-пока. Пишите комментарии.